Пикеты по сбору подписов за кандидатов у президента Республики Беларусь на улицах населенных пунктов можно убачить до 21-го дня. Потом начнется проверка собранных подписов и непосредственно регистрация кандидатов. Между тем, параллельно на Гомельщине зараз притягивается вылучение представников у склад участковых выборчих комиссий. До речи, инициативные группы двух кандидатов на посаду керевника державы начали уже сдавать подписные листы у территориальной комиссии Гомельской области. 220 тысяч подписов сдадено за 9-го президента, 3 тысячи – за Сергея Гайдукевича. Что относится вылучение у состав участковых выборчих комиссий, то этот процесс повинен завершиться 23-го жюня. По своей судносе он ничем не отразнивается от процесса вылучения представников у состав комиссий территориальных. Мне предложили, так как я давно работаю на Гомельщине, уже 45 лет, но народ поддержал мою кандидатуру, чтобы быть членом районной комиссии. После формирования участковых выборчих комиссий на Гомельщине чекают долготерминовых замежных назиральников. А Пакуль проводят в учебу с назиральниками-очинными. Зараз их у регионе 126 человек, больше 70% за каких – простовники громадских организаций. Не во всех есть опыт ответственной работы, але яке якось им спотребится, разумеют усе. Мне кажется, самое главное наше качество, у всех наших белорусов – такая толерантность, терпение, выдержка и, наверное, и эрудированность в некоторых вопросах. Школу назиральников на Гомельщине у першыню открыли в 2010-м годе. И с того часу она працует под час усих выборчих кампаний. Сержат слухачев, представники региональных структур политичных партий, громадских организаций и православных коллективов, а так само громадяне, які уже отримали право життевлять натирание за ходом выборчей кампании у программе «Деловые гульни и тренинги с выкористанием интерактивных методок», индивидуальное консультирование и обмен в опытом плюс обовязковое выучение нормативно-правовых документов. Разработаны вот такие методические рекомендации, в которых очень кратко и очень ёмко изложены постановления Центра избиркома, которые будут удобны и необходимы в работе наблюдателей. Им даются в том числе и практические советы. Поэтому мы будем очень рады, чтобы выборы президента Республики Беларусь прошли законно и успешно.